Всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Сергей Георгиевич. В этом выпуске мы будем заниматься новым проектом, новой тачкой. Сегодня у нас в проекте Audi A3 2002 года на автоматической коробке передач двигатель самый простой 1.6. По машине особо делать ничего не надо. Машина красилась несколько раз в круг и красилась не очень хорошо, но общий вид у нее есть. Нужно убрать жуки по передним дверям, по низам, на переднем крыле и задний бампер покрасить. Остальное нужно отполировать, почистить салончик и машину продать. Какие косяки есть по технической части? По технической части на холодную коробка пинается. Я поехал в гараж и уже долил 1 литр масла в коробку передач. Не хватало уровня, сейчас коробка нормально ездит. Я думаю, в ближайшие несколько лет она еще покатается. Нужно следить за уровнем масла. Значит, что у нас еще? Еще есть какие-то ошибки по приборной панели. Светится airbag и положение руля. Плюс выскакивают ошибки по дроссельной заслонке. Это устранять я наверняка не буду, но если придется, то буду делать. По остальному подвеска хорошая, двигатель вроде как масла не кушает. В общем, давайте посмотрим на тачку и уже начнем заниматься ей. Внешне машинка ничего выглядит. Общий вид она имеет. Как вы видите, задняя дверь отличается по оттенку. Не знаю, что с этим делать. Наверное, так и оставим. Что с этим будешь делать? Сейчас покажу общий вид, потом покажу, что нужно делать. Дворник задний не работает. Он стоял вот так вот. Я вчера перекрутил его, постоял в эту сторону. Но, по-моему, он должен стоять вот сюда, влево. Надеюсь, он не включится. Машина на родных штампованных дисках. Фары, похоже, покрыты каким-то лаком. Надо будет их полировать. Ну и есть вот такие вот зазоры. Вблизи все это видно, а задалека не видно. Подготовка очень плохая. Сейчас я приближу, вы увидите. Видите, да? Вот здесь прям шпатлевка. Острым краем сделана. И вот здесь тоже по крылу. В общем, красилась она пахабно. И так, по косякам, что нужно делать? Вот у нас, не за дверей. Здесь я уже молдинг оторвал. Он есть. Я его приделаю. Всю машину нужно полировать. Задний бампер красить, потому что он весь вот в таком состоянии. Много сколов. Здесь тоже, по идее, нужно красить. Но я думаю, это подкрасим просто и все. Посмотрим. Я еще пока не принял решение, что с этим делать. Но по оттенку сволочь отличается. Я бы переходить, конечно, по креселу, эту дверь. Ну, естественно, нужно эту дверь тоже делать по низу. Плюс это крыло тоже надо делать здесь с ржавчиной. Не за дверей пошли уже. Но с этой стороны наверняка делать их не буду. Сделаю снаружи. Сами пороги и дно все целое. Естественно, без ржавчины. Но есть замятости. Есть замятости. Как вот, например, здесь. А это из-за того, что поддонкратник у нас находится вот здесь, левее. А они донкратят вот здесь. Здесь уже усилителя нет. И все. И начинаются проблемы. По салону ничего экстраординарного нет. Это классический гольф. Немножко изменена панель. Тут на любителя, кому как нравится. Манифицированные детали. Датчики приборов. Все одно и то же. В целом, машинка смотрится ничего в салончике. Руль не затертый. Дыр нету. Такое ощущение, что пробег у нее действительно где-то, так скажем, 250 тысяч. Сидушки целенькие. Нужно их немножко почистить. Но они не рваные. Это очень важно. То есть, салончик очень выглядит бодренько. Используем хозяйственное мыло, чтобы придать чистоты салончику. Ну что, не успел я отъездить и два дня на этой тачке, как у меня загорелась лампочка на приборной панели, что нету зарядки аккумулятора. В итоге, что я сделал? Посмотрел. Предохранители целые. Провода прозваниваются целые. Думал, щетки. Щетки перепаяли. Нифига не заработало. Посмотрели. Какой-то там обрыв ротора, статора, не знаю чего. Поехал я купил другой генератор на разборке за 1800 рублей. Сюда идет на 120 ампер. Сейчас буду ставить новый генератор. Точнее, бэушный генератор. Посмотрим, работает он или нет. Как он работает. Но минус 1850 рублей плюс 500 рублей на дорогу. 2500 минус сразу. Вот он уже снят. И самое интересное, что сломался, то он у меня. А не у предыдущего владельца. Все, генератор на месте. Работает отлично. И самое интересное, подшипник не шумит. Зарядка идет. Это меня устраивает. Продолжаем дальше. Итак, купил я уже краску на машину. Взял по коду. По коду шло 5 оттенков. Что-то выбрали более-менее похоже. Потому что машина уже красилась в круг. Не было смысла подбирать. Взял краску. Взял грунты. И все остальное. Все это мне встало в 5000 рублей. Минус 5000 рублей. Итак, минус 2000 на балансировку. Потому что машину колбасило. Выяснилось, что два колеса, две резины. Идут яйцом каким-то. В общем, восьмеркой. Я в гараже нашел одно колесо. И естественно его поменял. А то кинули назад. Второе. Минус 2000 рублей. Ну что, начинаем заниматься низами дверей. Система простая. Зачищаем. Наносим кислотный грунт. Перекрываем акриловым грунтом. Шпатлюем где нужно. И так вот каждую ржавчину. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, какой прикол у неё на крышке. Впервые такое вижу регулировка факела. Можно точку сделать, можно факел сделать. Плюс-минус. Круто, блин. И всё, и начинаем наносить тонким слоем. Продукция от Gertapro меня радует, на самом деле. Прикольно. И такой грунт плотненький. Ну и всё, теперь вот это всё перекрываем акриловым грунтом. То есть кислотный грунт надо перекрыть акриловым, иначе не получится качественно сделать. Если зашпатлюем поверх, шпатлёвка будет плохо держаться. Вот таким вот образом. Небольшого слоя достаточно. Зашпатлёвано. Сейчас вот нанёс проявочную пудру. И будем вышкуривать машинкой. Вот до такого состояния, чтобы всё было гладенько. Здесь я уже вышкурил. Шкурю 320 на машинке, чтобы перекрыть сверху баллончиком с грунта. Итак, загрунтовал их где-то в три слоя. Дальше ждём, пока высохнет. Замотуем и будем отклеиваться и красить. Итак, как вы видите, у нас отличается задняя дверь по цвету. И это очень сильно бросается в глаза. В общем, я принял решение, что эту бочину я полностью покрашу и залью лаком. Потому что всё равно у нас вот здесь, вот на задней арке, косяк есть. Ржавчина. И тут царапины. И ржавчина. Всё это надо всё равно убирать. Так что, сейчас что делаем? Наносим проявочную пудру на те места, где я шпатлевал. Блин, вот здесь вот косяк, сволочь. Это надо шпатлевать ещё. В общем, проявочную пудру наносим. Замываем. Четырёхсотой наждачкой. И всю поверхность замываем восьмисоточкой под лак. В общем, взял я машинку. Шестисотую насадил и мотаю. Вот такая вот машинка. 2000 рублей она стоила. Сейчас, наверное, может 3-3,5 стоит. Видно, не видно. Вот такая эксцентриковая. 150-й круги. В принципе, со своей задачей справляется. Уже работаю давно. Ну и вот так вот всё мотуем полностью. Фары уже лачились. Видите, покрыты какой-то трещинами. Но это так лак лопнул. Сейчас это всё счищаем шестисоточкой. Вот до состояния, пока не будет вот так вот чисто. Эти все трещины счищаем. Итак, фары машинкой 600-й. Счистил верхний слой. Трещины, нюансы, царапины, сколы. Потом уже с водичкой взял тысячную. И двухтысячной сверху. Замотовал. Готовы под лак. Всё остальное я прошёл со шестисоточкой. Под лак этого хватит. Главное тут замотовать, как говорится. Сейчас ещё возьмём скотч брайт, а мы пройдёмся по уголкам. Замотуем. Потому что это самые нагруженные части. Отсюда может как раз срываться лак. Вот так вот получилось всё. Сейчас самое главное нам обклеиться. Потому что этот процесс занимает очень много времени. Но я накину плёночку. И постараюсь быстро обклеиться. Потому что времени у меня на эту машину нет. И желания тоже. Итак, берём эпоксидный грунт. И всё, что вам не нравится. Где-то голый металл. Какие-то сколы, нюансы. Это надо загрунтовать. Небольшим слоем. То есть, например, зеркало вот у нас. Так. Вот этот грунт надо, чтобы небольшим слоем лежал. Вот так вот. Где-то вот видите здесь, например, у нас немножко металл открытый. Его нужно припылить. Ну и вот так вот везде. Так. Краска, если не разбавленная, густая. Её нужно 1 к 0,8 примерно. У меня 300 грамм. Я 250 налил. Вот сюда сразу отмерил. Сейчас просто заливаем. И размешиваем. Получается почему-то 500, а не 550. Как это они мне намерили. В общем, вымешиваем и красим. Пистолет я использую типа SAT и что-то. Ну, китайская подстава. За 5000 рублей я его взял. Факел хороший, распыляет неплохо. Ну, Китай есть Китай. Оригинал далеко. Использовать надо обязательно вот такие вот фильтра конусные. Для того, чтобы они отсеивали мелкий мусор, который может остаться, например, со старой банки. Или может быть в краске что-то неразмешанное. Вот таким способом заливаем бачок. Вот это второй слой базы. Получается, здесь я сильно прям залил. И сейчас, ну, он даже немножечко где-то развернул зерно, потому что перелил. На камеру этого не видно. Вот. Сейчас третий слой будет более такой тонкий. Распыляться по всей поверхности, чтобы не было никакой облачности. Равномерно матово получилось. И держим пистолет на расстоянии примерно 15-20 сантиметров. Никакой облачности, ни апельсиновой корки. Все однородно матовое, красиво выглядит. Значит, здесь я вот делал переходиком. Вот сюда выше не заходил, чтобы не отличался капот от крыла. То есть вот до сюда брызгал. Задний бампер тоже полностью залил. Но вот здесь вот стык с крылом задним. То есть заливал примерно вот так. До верху не брызгал. Ну и вот так вот получилась правая нижняя дверь. Ну что, разводим лак. Пистолет особо после базы мыть не надо. Я туда залил разбавителя сейчас. Вот так вот его стряхнем. И сольем. Достаточно два раза вот так вот сделать. И можно лачить. Итак, налил 400 миллилитров и 200 базы. Получилось 600. Сейчас заполняем. Ставим давление побольше. И открываем на максимум подачу. И не забываем липкой салфеткой убрать опыл перед нанесением лака. Не нажимаем. Тегонечко убираем пыль, опыл. И все, что у нас есть на краске. И все, что у нас есть на краске. Ну что, машину я расклеил. Но как обычно лак не успел высохнуть. В принципе, он практически мокрый. Я сейчас, конечно, его поставил тут сушить таким методом. Но по факту он мягкий. Ну, такой лак невозможно сошлифовать. Ну, он даже не высох совершенно. Специально я его оставил. Он должен был схватиться, кристаллизоваться. Ну, он жидкий. Значит, надо еще ждать. Значит, вот у нас тут такая сеточка поставленная китайская. Ее, конечно, проще заменить. Ну, я ее просто покрашу. Вот я обклеил. Снял значок. Эта сеточка китайская. За ней оригинальная решетка стоит. То есть, я бы с удовольствием снял эту сетку. Но тут у нас куска нету решетки. Поэтому будет некрасиво выглядеть. Оставим эту решетку. Сейчас мы ее с баллончика задуем. Вышло красивенько. И заодно поменял рамку номерную. Вот такое вот говно стояло белое. И, естественно, она выделялась. Просто прикрутил пока. Сзади поменял на черную. Теперь в глаза ничего не бросается. Выглядит отлично. Замотовал, чтобы плавненький переходик был. В облачко. Все, наносим грунт. Высыхает и красим. Грунт нанес. Теперь наносим краску. Ну, вот так вот вышли колпачки. Сейчас приклею окантовочки. И поставлю на место. Итак, друзья. Машина отполирована. Правда, отполировал я только. Правую бочину, потому что левая бочина у меня сохнет. Вышло неплохо. Выглядит красиво. Но серебро полировать удобно, потому что на нем не видно нюансов и недополированных вещей. Так же я отполировал задние фонари. Как видите, выглядят классно, как новенькие. И прошелся по стеклам. И прошелся по стеклам. Отполировал стеклышки. Мне вот не нравится. Это как карета получается машина. Наполовину. Затонированная. Наполовину нет. Есть просто проблема снятия. Если сейчас начнутся проблемы, и будет оставаться клей, я, конечно, замучаюсь его снимать. Но попытка не пытка. Машина будет намного красивее выглядеть без тонировки. Потому что будет выглядеть как заводская. Что, начинаем убирать подтек. У меня их две штуки. Берем новенькие лезвия. По бокам наматываем на него скотч. Чтобы не поцарапать нечаянно боками. И постепенно начинаем вышлифовывать. Вот таким вот образом. Не боясь. Аккуратненько. Сильно не жмем. И постепенно. Вот он оконтуривается. Видите, да? Весь подтек. Вот этот весь подтек. Сейчас будем вот таким вот образом вышлифовывать. Вышлифовывается быстро. Не боимся повредить. Главное, чтобы лак был высох. Вот до такого момента. Сейчас я приближу. Вот до такого момента надо вышлифовывать. Чтобы здесь не было гранички. Сейчас все полностью вышлифую. И покажу, что получилось. Итак, вот я убрал подтек. Вычесывал его, как я показывал. Так, в принципе, более-менее. Ну, естественно, будет видно. Но в глаза бросаться не будет. Дальше берем с водичкой тысячной проходимся. И далее двухтысячной. То есть вот здесь. Я его уже как бы вышкурил. Ну, на отблеск будет видно. Вот он. Видите его, да? Вот он есть. Ну, в глаза бросаться не будет. Уже хорошо. Итак, прошел за двухтысячной наждачной бумажкой. И отполировал. Кому надо, тот заметит. Но, в принципе, я думаю, на улице не видно будет. Так, конечно, под лампами все видно четко, идеально. Вот он плывет. Но, в принципе, общий вид машина имеет. Сейчас мы выезжаем на улицу. И я показываю конечный результат. Итак, друзья, проект завершен. Я на него потратил примерно пять дней рабочих. Что я сделал по машине? Я поменял генератор, как вы помните. Покрасил полностью бочину. Отполировал машинку. Убрал жучки. Значит, начистил салон. Съездил в шиномонтаж. Мне сделали балансировку. Одно колесо я поменял. И одно еще нужно менять. Немножко машину колбасит. Плюс, начернил резину. Сейчас я ее уже сфотографировал. И поставил на продажу. За 279 тысяч. Как напомню вам, купил я ее за 210. Посмотрим, почем она уйдет. Будем ждать. Сейчас машину покажу вам внешне, как она выглядит. И вы сравните, что было до, и что стало после. Машинка стала приятной. И, естественно, на ходу даже ощущение намного интереснее. Кажется, как будто ты едешь на свежей машине. Потому что, когда я только взял, она как-то... Ну, и салончик грязный, и снаружи она с жучками, паучками была. И сама по себе грязная. И такое ощущение было, что машина старая. Сейчас ощущение свежей, новой машины. Поэтому, друзья, ждем, пока она продастся. И я включусь. Все расскажу, почем, за сколько времени, и сколько я заработал. Салончик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Убрал здесь жучки, покрасил полностью бочину Смотрится отлично Вот этот подтек прям вообще бесит, очень видно его Да ладно, ждем пока продастся тачка Посмотрите еще салончик, какой приятненький стал Чистенький, красивенький салончик Ну что друзья, тачку я выставил на продажу Провисела она один день И вечером ее забрали В общем ушла она у меня за 280 тысяч Как вы помните, купил я ее за 210 И 10 тысяч вложения Генератор, балансировка Краска, лак Все это встало в 10 тысяч Чистая прибыль 60 Это неплохо, я считаю Проект был интересный, простой Мне понравилось, я даже не успел устать И самое главное Машинка не гнилая Это очень важный плюс По состоянию она была хорошенькая Так что в принципе я помыл только салон Отполировал, покрасил бочину В общем какие-то нюансы сделал, доделал Вышло прикольно Как вы помните я лачил еще передние фары Вид у машинки был приятный Поэтому естественно ее сразу забрали Люди это видят, чувствуют Им это и нужно, чтобы машинка была чистенькая Красивенькая и блестела Сейчас я уже сижу здесь в новом проекте И этот проект называется Двойник Это будет интересный проект Тоже тачка на автомате И она не одна Их две Их две одинаковые Поэтому вы сейчас все увидите Подписывайтесь на канал Ждите новые серии Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok